вы создали сайт на локальном хостинге пришло время перенести сайт в интернет если вы сомневаетесь или у вас не получается это сделать напишите мне я перенесу ваш сайт на хостинг абсолютно бесплатно связаться со мной можно через социальную сеть вконтакте ссылка в описании к этому видео здравствуйте меня зовут федор васильев я вас приветствую в проекте joomla сенсей урок номер 110 в этом уроке речь пойдет о смене дизайна вот этой странице всем нами известный то есть вход в админку joomla здесь мы видим у нас логотип joomla и стандартные цвета мы не будем прибегать никаким плагином и модулем у нас это все есть в админке и не все об этом знают так что если вы знаете как это делается то можете смело закрывать этот урок эта информация будет вам не полезна а если вы не знаете как это делать вам будет это очень интересно так как если вы часто пользуетесь своим сайтом то конечно будет приятно видеть свой логотип настроить цвета под себя и бывает такое что заказчик которому вы делаете сайт может попросить также поменять дизайн этой страницы и вам не придется ломать голову потому что это делается достаточно просто давайте посмотрим где это находится как это все меняется я захожу в тестовую админку тестового сайта на момент записи урока joomla можно наблюдать в правом нижнем углу версия 365 и вот забыл момент давайте нажмем выход сразу определиться нужно вот с размерами логотипа для админки чтобы логотип также красиво смотрелся и располагался в этом окошке как посмотреть размеры этого логотипа я вам сразу сейчас скажу какой-то размер можно посмотреть через браузер а вот я навожу мышь 260 пикселей на 52 то есть по ширине 260 высота 52 можно там на фотошопе например подогнать ваш логотип теперь можно войти и где же находятся заветные настройки первым делом мы переходим с вами расширение менеджер шаблонов здесь хитро спрятаны эти настройки нам нужно увидеть вкладку сайт кликаем по вкладке переходим панель управления и здесь находится два шаблона именно панели управления именно админской нашей части видим по умолчанию звездочка это вот этот наш нижний шаблон мы просто заходим также в него как в обычный шаблон и переходим на вкладку дополнительные параметры и вот они все заветные настройки сразу чтобы лучше понимать либо вы произвольно меняете цвета либо уже меняете по своему дизайну я их отмечу яркими разными цветами чтобы сразу можно было понимать где за какой цвет что у нас отвечает если конечно вы из названий здесь из подсказок не поняли где что находится я поменяю все цвета как-нибудь так вот произвольно дальше давайте загрузим логотип здесь у нас два поля для ввода логотипа здесь подсказках принципе понятно давайте загрузим первый выберу с компьютера я логотип не подгонял просто вам покажу как это все работает загрузить вставить и сразу посмотрим где будет отображаться вот этот логотип давайте сохранимся сразу мы можем наблюдать вверху как окрасились у нас панели то есть цвет строки навигации это как раз таки вот она розовый такой цвет вот этот логотип который только что здесь мы поместили также будет отображаться в админке если он не нужен это у нас верхний логотип ставим крестик то есть удаляем его отсюда сохраняемся и здесь возвращается логотип джума давайте нажмем здесь закрыть и нажмем выход чтобы посмотреть как изменился у нас дизайн ну вот вы видите да совсем другой вид если это конечно будет цвета уже самого шаблона фронтальной части то это будет просто замечательно здесь будет ваш логотип измененный цвет заливки в принципе у нас больше ничего не меняется да есть только здесь еще момент перейдем в панель управления зайдем я не стал это объяснять принципе здесь уже вот в подсказках я думаю все понятно эти параметры можете поиграться посмотреть как что работает то есть это уже я считаю не столь важные параметры вот такие вот возможности замечательного движка кмс джума надеюсь для вас урок был полезным на этом я здесь заканчиваю если вам понравился урок поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джум ли неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь